МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Спортивная среда». Меня зовут Максим Васильев. Сегодня в программе. Вопреки прогнозам, дождливая радость триумфаторов конного чемпионата КОМИ. Большая олимпийская поддержка. Тысяча смелых в Сыктывкаре. Альтернативный чемпион. Кубок конфедераций у сборной России. Серьезный конкурентный потенциал рассмотрели в воспитниках нашей конно-спортивной школы кировские специалисты по итогам регионального чемпионата. Они не только судили выиску, но и провели специальный семинар. Главное, говорят они, есть заинтересованность. Осталось немного подкрепить материальную базу, и все дороги открыты. Ни сильный ветер, ни раскаты грома нипочем. Со своей прямой они не сойдут. Рысь сменяет голову. И так снова и снова. В соревнованиях помимо спортсменов теперь выступают и те, кто просто любит верховую езду. Успехи наших наездников оценили кировские специалисты. Здесь очень хорошо развит конкур. Вот у вас спортсмены отчаянные, они любят прыгать. Вот почему-то девчонки все тянутся в конкур. Выездки здесь, конечно, маловато. Беда в том, что здесь нет такого квалифицированного тренера в выездке. Но все равно девчонки занимаются, и вот дети, и юноши едут. Развивать выездку в республиканской школе по конному спорту готовы. Но под открытым небом это вряд ли получится. Нужен крытый манеж. У нас, видите, сегодня дождь, завтра лед, завтра гололед. А поле должно быть все время такое, как сейчас. Был бы манеж, желающих заниматься выездкой было бы больше. И тогда можно было бы и тренеру какому-то, одному из них, тренеру, специализироваться на нем. Евдокия Викол со своей лошадью проехали программу без серьезных замечаний. Хотя основательно не успели подготовиться. Но главное, вовремя собрались с мыслями и духом. Кобыла, честно, такая интересная. Она лошадь с характером, она вот задумчивая. Вот она сейчас будет стоять и мечтать. Старательная, старательная на тренировках очень. А на старте бывает, конечно, свои у нее, вот испугается чего-то. А так, я не знаю, дочка холзуна, это все сказано, в принципе. Потому что я сама на холзуне ездила, и вот это любимый конь был. И вообще, не знаю, такого кровиночка. В общем. Олимпийский день 24 июня здесь станет особенным. Около тысячи спортсменов в столице Коми вышли поддержать Олимпийскую сборную России перед ее поездкой в корейский Пхенчхан. Почти два десятка видов спорта были представлены на трех базовых площадках. Это Центральный республиканский стадион, конно-спортивная школа и бассейн «Орбита». Самым популярным, по традиции, стал республиканский стадион. Олимпийский день встретил участников проливным дождем, но бежать с поля стадиона было некуда. Поэтому непогоду и взрослые, и дети приняли с улыбками. Характер этим спортсменам точно не занимать. Впрочем, свои мокрые коррективы в расписание дождик все-таки внес. Турнир по стритболу уличному баскетболу отменили из-за повышенной травмоопасности. Зато очень повезло тем, кто был в легкоатлетическом манеже. Здесь сдавали нормативы ГТО и стреляли по электронным мишеням. А в это время самые быстрые и смелые на улице готовились к Олимпийской миле. Главная цель этого мероприятия, конечно, показать преемственность поколений. Мы видели сегодня и олимпийских чемпионов, участников Олимпийских игр, и самых младших ребят 2007-2008-2009 года рождения. Вот это в этих мероприятиях самое важное, чтобы ребята видели, к кому тянуться. И огромное количество мастер-классов по различным видам спорта показывают тот потенциал и те возможности, которые есть у наших спортсменов сегодня. Кому точно не мешала погода, так это футболистам, ветеранам строителей и сборной администрации главы КОМИ. Матч, как любят говорить журналисты, должен был состояться при любой погоде. И пусть футбол для хоккеистов вид спорта непрофильный, мышечная память и чувство локтя должны были стать определяющими факторами. И поначалу казалось, у профессионалов шансов побольше. Впрочем, команда чиновников, за которую выступал министр истицы КОМИ Дмитрий Наумов, выстояла. Немного, конечно, не сыгранная команда, но стараемся, выкладываемся в каждом моменте, в каждом единоборстве. Хватается. Тренировка хоть одна была? Нет, тренировок не было. Если играем с чистого листа, вот что получается, то получается. Отбившись в первом тайме, во втором чиновники послали спортсменов в нокаут. Гол на счету Валерия Агладзе. А в это время активизировались площадки по индивидуальным видам спорта. Техники обучения основам стрельбы из лука уделили особое внимание. Инструкторы очень трепетно следили за натягиванием тетивы и точностью выстрела. Буквально в двух метрах от них самые отважные пробовали свои силы в кроссфите. А для любителей необычного стартовали поединки по новусу, своеобразному бильярду фишками. Но и это было еще не все. Задача вот этого Олимпийского дня как можно шире привлечь на население, как от молодых ребят, детей, так и взрослых, вот соревнования этого масштаба. Ну, естественно, вторая задумка и вторая, так сказать, императива в этом плане, это то, что, на самом деле, мы поддерживаем нашу сборную команду. И все участники этих спортивных мероприятий являются, ну, мягко говоря, вдохновителем побед нашей команды, которая готовится к Олимпийским играм в Ченчхиане в Южной Корее. Пропустив еще раз от чиновников, хоккеисты проиграли матч 0-2 и тут же уступили место всегда зрелищной Республиканской Федерации Кёкёсенка карате. Сильные духом снова ломали друг об друга все, что только можно, а в заключении эффектно пробили горящие доски. Еще раз доказав, они способны на все. У казаков, сменивших каратистов, визуально ничего не горело, но их козорла, рубка шашкой, была не менее зажигательной. Экзамен на публике казаки выдержали на ура. Какой стиль плавания самый популярный? Дельфинчиком или брасом? Решайте сами. Рубрика «Мастер-класс». Здравствуйте, меня зовут Оргова Екатерина, я кандидат мастера спорта по плаванию. Плавание – это водный вид спорта, заключающийся в преодолении дистанции за количество времени. Оно развивает такие физические качества, как быстроту, силу, выносливость и координационные способности. Существует четыре способа плавания – дельфин, спина, брас и тролль. Начнем с бутерфляя. Плавец лежа на груди, выполняет одновременные симптомы движения руками и ногами. Сейчас я вам это покажу. Плавание на спине. Плавец лежа на спине, выполняет попеременные непрерывные движения прямыми руками и ногами. Выглядит это следующим образом. Брас – стиль плавания на груди, при котором плавец совершает одновременные симптомы движения рук и ног, не вынося их из воды. Выглядит это следующим образом. Кроль – стиль плавания, техника которого заключается в следующем. Спортсмен лежа на груди, выполняет одновременные мощные грибки руками вдоль тела и удары ногами. Выглядит это следующим образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у нас все. Занимайтесь плаванием, будьте здоровы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Розыгрыш Кубка Конфедерации по футболу, проходящей в четырех городах России, еще далек от своего завершения, но финал его уже был сыгран. В Сыктывкаре. Воспитники новой генерации провели альтернативный турнир. В финале сошлись Россия и Мексика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Результаты отборочных игр Сыктывкарского Кубка Конфедерации перевернули всю футбольную иерархию с ног на голову. Здесь Россия громила Германию 9-1, португальцев 7-1, а сборная Чили выглядела явным аутсайдером. Финальный матч между Сыктывкарскими Россией и Мексикой накануне очного противостояния двух футбольных держав получился очень символичным. Каждый из ребят в российской дружине взял себе псевдоним. Расстановка получилась чем-то похожей на взрослый вариант. Вратарь Акинфеев, два левых защитника Жирков и Камбаров, один полузащитник Глушаков и двое нападающих Смолов и Бухаров. В реальности тренер соперников от такой схемы сошел бы с ума. Когда был матч Россия-Португалия, мы когда их выиграли, Португалию 8-0, конечно, не надеялись на какой счет, который идет в Кубок Федерации настоящим. Но просто мы так думали, настраивались, как будто настоящий Кубок Федерации. В Сыктывкарской сборной Мексики гремучая смесь звезд футбола. Здесь был свой Криштиану, Леонель Месси, Аксель Витцель. Не было главного, хотя бы одного футболиста из Центральной Америки. О таких звездах, как Чичарита или Хименес, мальчишки пока не знают. Они просто помладше своих соперников. А кого-нибудь из какого у вас бурон Мексики знаете? Нет. Чичарита. Чичарита? Нет. Нет. Мексиканцы, они в желтом, захватили инициативу с первых секунд финального матча, но замечтались в атаке и пропустили контр-выпад. Федор Смолов, он же Тимофей Петренко, открыл счет и к перерыву российская сборная вела 3-2. Впрочем, у мексиканцев в этот день был персональный болельщик с большим стажем. Здесь у меня сын играет, его однокашник играет. Это очень приятно, что они за два года так здорово продвинулись. Играя с азартом, тренер интересный, может привлечь, завалечь. Вообще, футбол у нас поднимается. Его поддержка помогла. За минуту до финального свистка мексиканцы горели 3-5, но старая русская традиция расслабляться в концовке позволила сыктывкарским американцам в течение 20 секунд дважды поразить ворота Акинфеева. 5-5 к финальному свистку. Я очень рад, что у нас есть такой лагерь. И в мое детство его не было. Если бы было, я бы, наверное, на три смены бы ходил. И я только рад, что дети могут заниматься футболом и летом. Когда нет школ, ничего нет, они могут спокойно тренироваться, играть, общаться между собой. Это очень здорово. Как капитан команды, Тимофей Петренко главную миссию в серии пенальти – спасать страну – взял на себя. Он и забивал, и отбивал. Впрочем, точку поставил местный Жирков. В итоге 2-1 по точным ударам. Уж не знаем, как сложится турнирная судьба взрослой российской сборной. Детская свой Кубок Конфедераций уже получила. Вполне заслужила. На этом у нас все. Спортивная среда выходит в отпуск, чтобы вернуться еще интереснее. Для тех, кто не смог посмотреть нас в эфире Юргана, ищите нашу вкладку на сайте телекомпании или воспользуйтесь опцией IP-телевидения Ростелеком – видео по запросу. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok